Всем привет! Он на территории Перезла. И мне приснился страшный сон. Будто Зенит в серии пенальти проиграл Спартаку. Будто вышел Селихов на ворота. Отразил три удара в ответ на два сейва Ивана Куарежма. И Зенит ушел с поражением. А Спартак уехал домой с победой на понтах. И казалось бы, можно было бы сказать, что хуйня. Матч никому не нужный. Кубок вторых составов. Забыть и идти дальше. Но во-первых, конкретно этот взятый матч, это не просто матч. Во-первых, это последний матч с фанатами. Это матч, на который пришел проститься с командой весь Санкт-Петербург. Зная, что потом, после введения собачьих паспортов, никто уже не придет на стадион. Но придут там тысяч пять-десять, не больше. Весь город на матч, ни на один с собачьим паспортом не придет. Все это прекрасно понимают. И поэтому поражение означало бы несмываемый позор. Который потом, конечно, футболисты Зенита перекрыли бы. И у того же Спартака отомстили бы. Взяли бы реванш. Только этот реванш вживую увидел бы пять-десять тысяч человек. И команда ушла бы опозоренной. Команду запомнили бы обосравшейся. Даже в серии пенальти. А самое обидное, что это был последний матч перед зимней паузой. Что вот сейчас, в реальности, у Симака настроение хорошее. У Зенита настроение хорошее. Предновогоднее. Команда просто живет в кайф и радуется жизни. А если бы все было как во сне. В том сне. Команда бы думала о том, как бы не пропустить вперед себя Спартака Баскаля. У наших бы развились неебические комплексы. По отношению к Краснобелу. Наши бы думали в трансферное окно. Как бы укрепить команду так, чтобы уж точно не сдать свои позиции. Наши бы думали исключительно о том, что лишнее. И о том, что только мешает. Наши бы искали лучшее. Но лучшее это всегда враг хорошего. Лучше это всегда смертельный просто враг. Мы это знаем еще со времен Лучано Спалетии. Еще с тех годов, когда приглашали Халка и Вицеля. Которые просто взяли и развалили все. Со своими невротебическими понтами, блять. Со своими сорока миллионами за каждого сука. Они пришли и все развалили. Была команда. Были Киржаков, Широков, Семак, Зырянов, Быстров, Файзулин. Оставили они после себя выжженную землю. Что Халк, что Вицель. Оставили они после себя Олигафрена, Кокорина. Дзюбу, который играть толком не умел в футбол. Оставили они после себя Полина Новосельцева. Говно в воротах Ладыгина. Которые засаживали в решающие моменты всем подряд. И сейчас, если бы Зенит ту серию в пенальти проиграл, наше руководство искало бы в Зиме трансферное окно имя. Деньги оно искало бы в этот трансферное окно. Не умения, а деньги. Громкости имени они бы искали. Они бы искали того, кто успокоил бы Петербург. Потому что Петербург ходил бы на ушах ходуном. Просто были бы все тупо недовольны. Все 50 тысяч, которые пришли проститься с командой. Мол, как так? Вы играли так хорошо и прощаетесь на таком минорной ноте. И в этом был бы шанс Спартака. Я скажу, только в этом был шанс Спартака. Только в том, чтобы выиграть ту серию пенальти. Только в том, чтобы у них на воротах вышел или Селихов, или Левакович, или, блядь, Емельяна Мартинес. Только в этом был их шанс выиграть этот сезон. Только в том, чтобы не звергнуть нас в пучину наших же собственных осечек, которые мы бы сами себе проебывали, блядь. Просто бы на психологии, просто бы на морально-волевых. Я, болеющий, 12, сука, лет за Зенит. Больше всех вас знаю, что такое морально-волевые, что такое психологическое несдержанность, что такое неравновесие психологическое. И Зенит на одной только голой психологии проебал сезон 12-13, 13-14. Просто, сука, блядь, сами взяли и отдали коням то, что нам принадлежало в те сезоны. И наши бы и свиньям отдали, если бы этот сон, который мне сегодня приснился, был бы реальностью. Поэтому я еще раз хочу сказать тебе, Иван Куларежевым, огромное спасибо за эту серию пенальти. Казалось бы, мало что решающий матч, Кубок России. Зенит все равно уходит с третьего места в путь регионов. Но настроение осталось хорошим. С Гордом попрощались нормально. Горд с командой. И на паузу ушли в мега-замечательном настроении. Теперь мы покупаем Ренана. Мы покупаем бразильского то ли защитника, то ли полузащитника Ренана. Я не знаю, кто это. И никто из вас не знает, кто это. Но я вам скажу так. Этот человек еще обязательно принесет пользу Зениту. Помяните мое слово. Принесет пользу Зениту. Как приносили пользу Густаво Монтуан, Родригао, Малком, Клаудиньо, Вендал. Наконец Иван, тот самый Куарежевым, которого никто еще не знал, который был котом в мешке, которого после игры Спартак-Зенит 3-0 обхаяли все вокруг. Хотя он в том матче сделал несколько классных впечатляющих сейвов. И который вытащил, затащил саморешающий просто матч. Саморешающий момент в его карьере, который мог повернуть нашу историю вспять. Который мог погрузить нас в говно, если бы Спартак выиграл серию пенальти. Но Иван затащил. Спасибо тебе, Иван, огромное! Ух, я честно, я когда опять возвращаюсь мыслями к той усилии пенальти, к тому матчу, мне приходит на ум только одна с СССР. Зенит СССР 13 августа. Это были два поворотных матча, которые могли запросто могли бы перевернуть опять все так, что Зенит сам оттал бы Москве по-серьезски. Но Зенит остался на плаву. Зенит выжил. Как бы, как же хотели его все убить? Или хотя бы погрузить в кому? Но Зенит живой! Живой, Зенит. Я так тебя люблю, что ты живой. Я так хочу сказать тебе спасибо, что у меня есть. И что ты, несмотря ни на что, на плаву. Вон в Скалабаске уже говорят. Сколько лет они говорят? Пять лет. Четыре года, когда Симак у нас. Что тольются их слезки. Что когда Зенит ослабнет, они на нас отыграются. Они не скрывая, говорят, что отыграются на нас. Что будут нас бить и сбивать, когда мы ослабнем. Наш шанс только в том, чтобы остаться сильными. Наш шанс только в том, чтобы будут в такие моменты, когда все на волоске оставаться сильными. не впадать в панику. Просто брать и тащить. И Ринан затащит, затащит любой вообще, кто придет в этот трансфер на окно. Потому что настроение правильно, настроение рабочее. настроение делать дело, блядь, а не кидаться понтами. И мы будем делать дело. Мы будем это весной делать дело. Помяните мое слово. Все, кто придет в это трансфер на окно, они только усилят Зенит. А потерь трансферных на выход, которые бы повлияли на результат, не будут. Будет все заебить. Потому что Зенит выиграл серию пенальти раз и ушел на зимнюю паузу в охуительном настроении два. Город не бунтует, город не раскачивает лодку. И Семак без стучных мыслей, все в порядке, все в рабочем режиме, все у него хорошо. Когда был Халк, когда был Весель, это было только в снах, что Зенит такой крепкий психологически. Это было только в хороших снах. А в реальности мы выходили засаживали какого-нибудь Ростову, блядь. Засаживали какой-нибудь Мордовье, нахуй. Имея преимущество по игре не забивали голы, как в сезоне 15-16. Как же приятно, что сейчас Зенит с остальными яйцами и с остальными нервами. Как же нам этих нервов не хватало тогда, тогда, когда были все эти многомиллионные бездари, блядь. И как же хорошо, что сейчас они не возвращаются. Просто вот мега топ. Как же хорошо, что мы не ищем имя, мы не ищем деньги, мы не ищем понты, мы ищем дело, мы ищем игру. И поэтому все у нас будет хорошо. хорошо.